Репродуктор, из которого липчане услышали страшное сообщение о начале войны. Именно с него начинается экспозиция Великой Отечественной. Агитационные плакаты, призывающие советский народ на борьбу с оккупантами. Фашистские листовки с предложением перейти на сторону врага. Этот фрагмент немецкой карты случайно оказался в фондах музея. Его передали жители оккупированной деревни. На карте видно, как фашисты готовили свой коварный план по нападению на наш край. Карта сохранилась благодаря тому, что, поскольку было очень сложно с бумагой, с тетрадями в этот период, и на обратной стороне представитель одного из колхозов записал фамилии людей, эвакуированных из других районов. И поэтому, как бумагой ее использовали, а на обратной стороне оказалась настоящая подлинная немецкая карта. Изнана была в 1939 году, то есть еще до начала войны. Но самое интересное, что на этой карте настолько подробно показаны территории нашего края. Летом 1941-го жизнь шла своим чередом. В Крывическом музее сохранились фото выпускников Липецкой средней школы номер один. Леонид Туровский одним из первых получил повестку. А на этом снимки молодожены. 21 июня они поженились. Но через несколько дней мужа призвали на фронт, где он пропал без вести. И таких героев в годы войны на нашей земле было немало. Эти мальчишки наравне со взрослыми боролись с немецко-фашистскими захватчиками. Фотокорреспондент Иван Нарциссов прошел всю войну с винтовкой и фотоаппаратом Лейка в руках. Он дошел до Берлина в мае 1945 года. Был в Берлине, поэтому здесь вот два снимка Ивана Александровича, когда он был в Берлине. И вот он, как и многие, конечно, к самому главному зданию фашистской Германии пришел. Здание уже было достаточно разрушено, но, проходя по коридорам, он заметил, что во двери одного из кабинетов торчит ключ. Этот ключ он вытащил, и уже после войны он передал в наш музей. Так что в наш музей он уже танится уже много лет. В экспозиции музея о страшных годах Великой Отечественной напоминают личные вещи солдат, боевые орудия. Есть даже немецкое трофейное оружие. А вот этот котелок и одеяло с личным номером принадлежало Николаю Романову. В 1942-м он попал в один из фашистских лагерей. Позже был освобожден. Солдат каким-то чудом сберег фото дочери. Рядом за стеклом личные вещи генерал-майора Великолепова, уроженца города Липецка. Бинокль, китель и личный пистолет. А это полотенце вместе с родительским благословением Великолепов получил от матери. Генерал прошел фронтовой путь от Москвы до Австрии. В 1945-м он участвовал в параде победы на Красной площади. В фонде Липецкого краеведческого музея более 700 уникальных экспонатов, рассказывающих о Великом Лихолетии. Каждый желающий может взглянуть на историю Липецкого края в годы войны своими глазами.